Мы продолжаем наши уроки, посвященные вопросам идеологии, вопросам исламских убеждений. Мы на прошлых занятиях, на предыдущих наших уроках говорили о некоторых вопросах, которые навевают на определенные мысли, наталкивают человека на определенные рассуждения, на определенные мысли. О чем мы говорили на предыдущих наших уроках? Например, мы говорили о единобожии, мы говорили о том, что Бог един в своем созидательстве, в своем господстве, в своем управлении, в своем владении и так далее и тому подобное. Мы говорили о единобожии и разновидностях единобожия. И позже мы говорили о предопределении «када» и «кадар». Мы разъяснили, что это понятие, это исламское понятие из себя представляет, исламское теологическое понятие. А еще позже мы говорили о понятии «беда», когда согласно исламскому учению, согласно исламской теологии, действие человека решает его судьбу, действие человека решает его будущее. Например, мы говорили о том, что благодеяние, поддерживание родственных связей дарует человеку успех в жизни, является причиной успеха в жизни. Человек больше успевает сделать в своей жизни. И те дела, которые совершает человек, они являются более благотворными. Итак, все это, все эти обсуждения в той или иной мере наталкивают человека на то, что человек, в особенности первые два обсуждения, а именно обсуждение единобожия и обсуждение предопределения, которое в исламской терминологии называется «када» и «кадар», Особенно эти два обсуждения наталкивают человека на то, что человек и человечество лишены свободы воли. Каким образом? Если единственным творцом, единственным управляющим, единственным владельцем всего является Бог, если только Он единственный может влиять, если только Он единственным может быть причиной, то значит все остальные лишены такого участия и как следствие лишены свободы выбора и являются вынужденными. Если так, если Он един в своем господстве, един в своем созидательстве, то все остальные созидать и управлять не могут, от них вообще ничего не зависит. Они всего лишь являются своего рода марионетками, они являются вынужденными во всех своих поступках, а единственным, кто совершает эти поступки, является единый Бог. Может возникнуть подобное мнение вследствие тех обсуждений, которые мы проводили на предыдущих уроках. Хотя, конечно же, необходимо заметить, что мы так или иначе свободу выбора касались, касались вопроса свободы выбора и на предыдущих уроках. Но теперь мы поговорим об этом чуть подробнее. Человек может подумать, что раз все предопределено, раз все происходит по воле Бога, по воле единого Бога, а значит, то есть если послушает наш урок, посвященный Кадар и Кадар предопределению, божественному предопределению, когда Бог предопределяет меру всего и делает это неотвратимым, послушав этот урок, человек может решить, что человечество лишено какого-либо участия, какого-либо выбора. И поэтому давайте поговорим на эту тему, поговорим на тему свободы выбора. Итак, в первую очередь давайте коснемся исторического момента. было ли до ислама подобное убеждение? И обратившись к аятам Священного Корана, мы обнаруживаем, что согласно аятам Священного Корана многобожники Аравийского полуострова верили в предопределение. То есть они полагали, что человек не обладает свободой выбора и как следствие не ответственен за свои поступки, не ответственен за свои деяния. Например, в одном из аятов Священного Корана говорится Говорят те, которые приписывают Богу сотоварищей. Если бы Бог пожелал, то ни один из нас, никто бы из нас не приписывал бы Богу сотоварищей. То есть в этом аяте говорится, что многобожники свое многобожие приписывали Богу. То есть они оправдывали себя тем, что они не обладают свободой выбора, что все зависит от Бога. Если бы Бог не захотел, чтобы они были многобожниками, то они никогда не были бы многобожниками. Таким образом, они доказывали, что Бог хочет, чтобы они были многобожниками, так как они являются многобожниками. ВАЛЯ АБАУНА Ни мы и не наши отцы, если бы захотел Бог, не были бы многобожниками. ВАЛЯ ХАРРАМНА МИНШЕЙН И даже более того, мы не запрещали бы ничего дозволенного. То есть то, что дозволено Богом, мы не смогли бы запретить, не запрещали бы дозволенное Богом, если бы не воля Бога на то. Но вот, что в продолжении данного священного аята говорится. То есть точно так же обвиняли во лжи и те, кто был до них. То есть то, что эти их речи, приписывание Богу этих деяний и лишение себя свободы выбора, подобными обвинениями во лжи занимались и те, кто жили до этих многобожников, до многобожников Аравийского полуострова, до тех пор, пока не вкусили наше наказание. Это один из аятов, где ясно, недвусмысленно говорится о том, что многобожники Мекки, многобожники Аравийского полуострова верили в предопределение. И в отсутствии у человека свободы воли. И другой аят, в котором также указывается на это. То есть они, многобожники, сказали, что если бы милостивый, если бы милосердный Рахман не захотел бы, то мы никогда бы не поклонялись бы ангелам. Но Бог говорит в продолжении аята об этих людях и об их утверждении. У них нет никакого знания об этом. Они об этом ничего не знают. Они всего лишь наводят на праслину. Это всего лишь слова, сказанные по невежеству. То есть убежденность в том, что человек обладает, человек не обладает свободой выбора, что человек вынужден, а все действия, все деяния совершаются одним единым Богом, что все совершается им, и только он ответственный за все, и нет никакой ответственности на человека. Это есть утверждение невежественных людей, согласно священному Корану. Это исторический момент. Но дело в том, что в отсутствие свободы выбора у человека верили также и мусульманские. Мусульманские некоторые течения верили и до сих пор верят. Например, хамболитское учение как идеологическое учение, не как правовое учение. Потому что хамболизм является как правовым учением, так и идеологическим, теологическим учением. Как теологическое учение хамболизм, или, если говорить другими словами, ахлюл-хадийс, они верили в предопределение, в том, что человек от человека ничего не зависит, в то, что все совершается Богом, и человек никакой роли в этом не играет. И также ашаризм. Ашаризм немножко сложнее устроил свои убеждения относительно данного вопроса. Но все-таки конечным итогом и конечным результатом убеждения ашаризма является также и абсолютное предопределение и отсутствие свободы воли человека. Но в противовес этому имеется и другое убеждение. Противоположность данного убеждения, которого придерживались муатозелиты. Муатозелитское учение утверждает, что человек не только... То есть муатозелиты не только приписывают человеку свободу выбора, не только считают человека ответственным за свои деяния, но они пошли немножко дальше. Они утверждают, что Бог не властен над деяниями людей, и для этого у них имеются определенные доводы и доказательства. Они доказывают, что Бог не способен, Бог не обладает могуществом над деянием людей. То есть, например, если человек хочет совершить какое-то определенное деяние, то Бог не властен предотвратить это деяние. Бог не обладает могуществом предотвратить это деяние, и человек в любом случае совершит этот поступок и это деяние. И, как можно заметить, эти два убеждения являются противоположностями. И среди мусульман имеются и сторонники третьей точки зрения, о которой мы поговорим в будущем. Эта третья точка зрения является чем-то серединным между этими двумя крайностями. Между этими двумя точками зрения, которые являются крайностями. Двумя крайностями. То есть, третье убеждение утверждает, что ни то и ни другое не является истиной, а истина является чем-то между этими двумя утверждениями, этими двумя убеждениями. Итак, каким образом здесь важнее всего коснуться вопроса о том, что из себя представляет вера в отсутствие свободы выбора. Для начала. И в этом вопросе необходимо коснуться того, как возникло, как в исламском учении, как среди мусульман возникли подобные убеждения. Ведь священный Коран недвусмысленно порицает это убеждение, недвусмысленно порицает убеждения людей о том, что они не обладают свободой выбора, что они не несут никакой ответственности за свои деяния. Коран ясно и недвусмысленно отрицает это. Так каким же образом эти убеждения возникли среди мусульман? Но так как наше время подошло к концу, мы об этом поговорим с позволением Бога на следующем нашем уроке. Вассалам алейкум, ва рахматуллахи, ва баракяту.